Дмитрий Николаевич, в 2013 году должны были открыть три физкультурно-оздоровительных комплекса в Новомосковске, Суворове и Алексине, но ленточку перерезали только в Новомосковске, торжественно перерезали. Почему? В Новомосковске перерезали торжественно, хотя технотехническое открытие было раньше на месяц. То, что касается Суворова, там возникли небольшие проблемы по покрытию, мы сейчас его поменяли. И я думаю, что в этом месяце, в январе мы ленточку по любому перережем открыть. Что касается Алексина, он все-таки планировался на этот месяц, но дней 15 мы возьмем себе в запас. Просто у нас есть четкие указания Владимира Сергеевича Грузева о том, чтобы перерезать ленточки в тех объектах, где все сделано, где мы потом не заходим. Мы в Новомосковске видели, что там объект был полностью сделан, все вылизано, вычищено, все было красиво. И то есть мы туда больше не придем, как строители. У нас там зашли дети, люди, все занимаются спортом, все довольны. То есть такого больше не будет повторяться, когда мы что-то открываем, а потом еще доделываем полгода. В 2016 году на территории Туисковской области 14 фоков, так называемых фоков, это физкультурно-оздоровительные комплексы. Должны быть построены в каких районах? В 2014, значит, смотрите, у нас Олексин Суворов, Новомосковск, но в этом году, вот, как бы, планируем, уже сдали, один сдали, два планировали, значит, у нас еще Щекино, у нас Щекино два фока, один будет Щекино в самом, мы уже устроим, мы можем посмотреть, как бы, настройку, он уже металлокаркас поставили, приступаем уже к крыше. Вот, в принципе, нормальный темп, хороший, хотя начали его в конце октября. В Богородицке мы сейчас тоже самое, такой же фок физкультурно-оздоровительный, уже к крыше приступаем, Советский, это Щекинский район, там будет бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс. В Новомосковске еще один фок будет, тоже в самом Новомосковске, плюс там по 500 бассейнов программы, мы сейчас пытаемся войти, это будет еще один бассейн при РХТО имени Менделеева. Тоже в Новомосковске, тоже в Новомосковске. Плюс, значит, у нас сейчас строительство в Веневе, большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Тот, который отставал по срокам, правильно? Да, отставал по срокам, уже в субботу мы исправили все свои недочеты, замечания с проектной документацией, все переработали. То есть, прошлый год очень тяжкие были такие спорные моменты, но фундамент залит, и сейчас уже начался монтаж металлоконструкции. То есть, первый металл пошел, то есть, мы уже сейчас в сроке встаем, и я думаю, что мы к концу октября-ноября его закончим. Вот, потом, значит, у нас в Киреевске планируется фок, в Донском, Ленинске, но это поселок Шварц, там вот, в Ленинском, кстати, в Щекино у нас два фока строятся по программе «Газпром детям». 16 фоков, понятно, но ведь были разговоры, что 16 может увеличиться до 22. 14, плюс 2 у нас по «Газпрому», третье, вот сейчас в стадии выхода на стройку, я надеюсь, что про все сметные документации к мае мы закончим, будет в Туле, мы начнем строить все-таки Ледовый дворец, наконец-то. Вот, три года мы там все варьировали, с «Газпромом» не могли договориться, вот Вадим Сергеевич договорился быстро, два года назад, и вот сейчас, в течение двух лет мы подготавливаем все документации, технические условия, очень большой объект, 750 миллионов планируется инвестиции в этот объект. Громадный будет, как говорится, будет Ледовый дворец. Пересечение Новомосковского шоссе и Рязанская улица, напротив караута. Мы хотим вообще, программа наша, она должна закончиться в конце 15-го года, то есть в 15-м году включительно. Чтобы был люфтик на доделки? Ну нет, там люфтика не будет, в конце 15-го года включительно, 15-й год, то есть в 16-й год мы зайдем в новую программу. Новая программа разрабатывается, сейчас уже 16-20 она будет называться. Могу сказать, что там где-то порядка 93 миллиарда рублей будет инвестироваться вообще в спорт Российской Федерации, и мы, конечно, будем ее участниками. Поэтому я думаю, что приблизительно фоков на 20 мы должны выйти всего, с газпромовскими фоками, со всеми, то есть нашими партнерскими отношениями. То есть мы должны выйти на 20 фоков к концу 15-го года. А сколько Тульская область получила из федерального бюджета денег на реализацию? В прошлом году мы получили 126 миллионов. Но в сравнении с другими субъектами? Мы в середине, даже ближе к верху, потому что есть субъекты, которые получили 30 миллионов, есть субъекты, которые получили 380 миллионов. Просто у нас сейчас софинансирование идет 50 на 50, то есть в этом году мы строили объекты по 60 миллионов, да, вот грубо говоря. То есть 90 миллионов мы получили на 3 фока и плюс 36 миллионов нам дали на Веневский фок для начала, то есть на металлоконструкцию, которую сейчас мы завозим. То есть уже мы все оплатили в прошлом году, сейчас начинаем ремонтировать. А чего зависит, будет фок с бассейном или будет с ледовым катком или вообще будет просто с тремя залами? Два года назад была программа, когда все мы собирали заявки от муниципалитетов, что они хотят видеть на своей территории. То есть в принципе задача-то очень такая серьезная будет. Мы фоке-то строим на деньги регионального и федерального бюджета, а потом будем передавать их на постоянный, как говорится, на баланс муниципального образования. Поэтому муниципальное образование должно адекватно понимать, с чем он столкнется. Но в принципе сейчас Владимир Сергеевич четко и ясно дает понимание, что с утра дети, днем у нас какие-то определенные занятия по физкультуре, школьный возраст, еще что-то, то где-то с 6-7 часов вечера фок должен собирать все-таки денежные средства. Какие они будут, в каком виде и как они будут собираться, это все будет на совести муниципального образования. То есть и сколько будет занятий стоить, еще что-то. Но все равно фок, строительный комплекс, он должен какие-то хоть расходы уже нести, не субсидированием. А по факту все муниципальные образования подали заявку на строительство фока или все-таки были те, кому не надо? Нет, конечно, у нас есть такие муниципальные образования, которые сейчас, у них тяжкие там ситуации, у них есть долги определенные. То есть они прекрасно понимают. Ну, Кимус, например. Хотя Кимус, он вроде и отказывался там. И фок мы у него в прошлом году, то есть бассейн мы у него забрали на колледж на московского резерва. То есть мы его отдали. Забрали на баланс, правильно? На баланс забрали, но не закрыли, хотя были такие мысли нехорошие у главы администрации, потому что кормить нечем был этот фок, то есть проблемы начались. То есть мы не закрыли, все доступно, все есть, сохранили кадры, сохранили все. То есть скульптурно-заветтный комплекс в виде бассейна для Кимуска мы сохранили. И как бы в этом году мы прекрасно Кимуска отработали. По поводу кормить нечем, а вот просчитывается, потянет ли муниципалитет данный фок, или надо все-таки попроще строить, и какие-то проекты вы зарубили? Да, мы, конечно, зарубали. Танцхвой, например, хотел Ледовый дворец. Мы, в принципе, не видим экономических обоснований. То есть в Новомосковске рядом стоит Ледовый дворец. Хотя Ледовый дворец должен появиться в ближайшее время еще один в Туле. То есть у нас планы до 2016 года где-то порядка трех Ледовых дворцов построить. А вот запрос от муниципалитетов есть, от жителей есть? Пользуются вообще они инфраструктурой, которую им создают? Фоди посещают? Жители, вот пока активности очень мало все-таки. То есть мы вот так смотрим, и по процентам, то есть у нас же есть статистика прекрасная, в общем Российская Федерация делает срез о количестве занимающихся спортом. То есть пока у нас проценты 16,5%. Хотя, в принципе, он увеличивается. В 2011 году у нас был 12%, к сожалению. То есть всего 12% населения занимались спортом, сейчас 16,5%. У нас в планах до 2016 года выйти все-таки на показатели 22-24%. Для этого мы делаем инфраструктуру. То есть в принципе у нас инфраструктуры не было к 2011 году. То, что у нас было, мы все разрушилось. Поэтому у нас и программы в этом... То есть в прошлом году мы потратили 100 миллионов на капитальный ремонт инфраструктуры. То есть в том же Донском вы можете увидеть, я не знаю, сейчас мы с котельной разбираемся, до абсурда дошло дело. Мы отремонтировали бассейн, который у них в 30 лет не работал. И выяснилось, что котельная, как бы начали запускать котельную, она не тянет. То есть она устарела. Сейчас новую котельную ставим. То есть 6 миллионов инвестиций опять будет. Ну опять же там ни муниципальных денег, ни региональных денег. А как же содержать ФОК, если люди не идут туда? Как муниципалитет будет содержать, если вечером условно он недозагружен? Ну я думаю, что сейчас будем от этой проблемы уходить, от недозагрузки точно. Ну а каким образом будет решаться? Во-первых, это будет субсидирование, будет доступная цена. Во-первых, будут люди, категории граждан, которые будут все-таки бесплатно туда ходить. И с собой будут приводить, я думаю, людей. То есть это вообще такая обширная программа, которая, не думаю, что за год мы смогли что-то переломить. Хотя тенденции есть. То есть 4,5% за 2 года, это очень серьезный показатель. Мы наконец-то уводим людей с улицы, уводим их от покупных привычек. Я надеюсь, что люди придут. За здоровый образ жизни. Да, конечно. В июне Тульскогусть посетил Дмитрий Медведев и говорил о том, что необходимо развивать адаптивный спорт. Ну условно, сейчас все ФОКи строятся с пандусами. Человек с ограниченной возможностью попал в этот ФОК, а дальше для него там созданы условия, чтобы он смог заниматься спортом. Смотрите, значит, все ФОКи у нас идут по программе «Доступная среда» от 100%, если это бассейн, то там будет, вы попали туда, и у вас будет специальный спуск, специальное приспособление, которое вас будет спускать в чашу, если у вас нет такой возможности. А работники бассейна будут готовы тратить свое время? Не получится ли как с общественным транспортом, когда водители просто не выходят, если видят колясочника на улице? Там, понимаете, мы ставим такое оборудование, то есть на РУТБ АК прекрасно можно посмотреть это оборудование, оно применяется, то, что вам необходима чужая помощь. Нет, такой нет необходимости. То есть вы можете полноценно сам, своими силами все это воспользоваться. То есть это оборудование для этого приспособлено. И сейчас есть четкое указание Владимира Сергеевича Грузиева о том, что те бассейны, которые у нас уже есть на территории Тульской области, начинать их уже оборудовать. Будем покупать такие спуски, они специальные, специализированные, стоят порядка 250 тысяч рублей. Стратительство мини-стадионов в этом году продолжится? Сколько, где? Вы знаете, у нас в этом году мы сейчас с Владимиром Сергеевичем согласовали новый проект, он довольно-таки интересный, разработали его, в конце года разрабатывали, будут мини-стадионы, как минимум их будет 25. 25 мини-стадионов мы поставим к школам, их примкнем. Там будет беговая дорожка, там будет мини-футбольное поле. Беговая дорожка со специальным покрытием? Да, со специальным покрытием. Вокруг будет, беговая дорожка будет вокруг, плюс будет 60-метровка, это прямая, где можно будет 60 метров сдать. В окончании, через определенное время, место там будет прыжковая яма. Значит, в середине будет футбольное поле с искусственным покрытием, с дренажной системой. Рядом будет стоять, с одной стороны, площадка для волейбола, с другой стороны, площадка для баскетбола. А финансирование из какого источника? Финансирование из бюджета, регионального бюджета Тульской области. И сколько на это заложено? Порядка 112 миллионов. В этом году мы сдали 50 площадок «Газпром-детин». 38 площадок с нашими партнерами другими. То есть, тоже делают искусственные поля, это 38 площадок. Тулу сейчас, в данный момент, она в принципе мини-стадионами почти обеспечена. Мы сейчас реально понимаем, что мини-стадионами обеспечено. У нас сейчас возникла другая проблема. У нас есть люди, которые нам жалуются, говорят, что типа, вот вы мини-футбол обеспечили, у нас сейчас результаты начали подниматься. И плюс мы массовость, опять же, затягиваем. То есть, людей во всех дворах поставили, при школах, опять же. Сейчас у нас другая проблема. Мы сейчас не обеспечены большими полями. То есть, это 70 на 110. Сейчас мы думаем, где нам вот такие поля замещать. Потому что, ну, есть нам нарекания. А в каких районах появятся мини-стадионы с вот этой всей системой? Ну, знаете, во всех районах почти. В данной школе, где будет стоять стадион, данный мини-стадион, у него будет еще отремонтирован спортзал. Мы выбирали, то есть, у нас было много факторов, которые мы старались учитывать. И вот один из факторов был то, что нет спортзала. Поэтому программа у нас совместная с Министерством образования. Министерство образования у нас финансирует ремонт спортзалов. Мы финансируем, наша программа от комитета финансирует именно установку мини-стадиона. А вы отслеживаете состояние тех объектов, которые уже построили и сдали на баланс? Да, конечно. Тех же мини-стадионов в районах, условно. Да, мы, конечно, этим занимаемся. Это наша головная боль. Почему? К сожалению для нас, потому что у нас люди в районах пока еще не осознали, что все-таки мы строим это для них. И портить-то не надо, и необязательно. Портят? Ну, конечно, вандализм, он присутствует просто в каждом районе. И периодически нам приходится, пока мы просим наших партнеров, они там гарантийные обязательства, плюс они идут нам навстречу, мы все это восстанавливаем. Как портят? Маркером разрисовывают или более серьезный ущерб? К сожалению, не маркером, а ущербы такие бывают, что... Ну, например? Ну, на мотоцикл бывают покатаются. Где? На дискомплощадке? На футболе поле? Нет, именно на площадке, допустим, на «Газпром» детям в теплом покатались на мотоцикле, испортили покрытие специальное. И на сколько ущерба нанесли? Ну, там порядка, наверное, миллион рублей произошло, потому что они там забор часть снесли. Это в теплом, правильно? Все пока восстановили, да, то есть в теплом была такая ситуация, и у нас где-то в районе, где-то порядка 12 площадок пострадали, то есть просто за... В 2013 году? Да, за полгода, 2013 года. По стране же ведут статистику водо-спорт-объектов, правильно? Вот Тульская область, она вот в этой градации где? Ну, мы сейчас уже в лидерность позиции входим, потому что мы заявились очень серьезно, как бы, то есть 20 объектов спорта, это очень серьезный подход. Я знаю, что в прошлом году, вот как бы, если бы мы до конца года сдали, там, три объекта, то есть мы бы в лидерах бы стояли. Ну, а в каком году все-таки такого массового открытия спорт-объектов ждать? 15-й год. Четыре мы в этом году планируем. Мы сейчас будем... У нас сейчас в планах в конце января запустить еще аукционную документацию на строительство еще трех фоков, посмотрим. Может, мы еще в этом году успеем открыть к концу года. Будем ждать результатов. Да, результаты будут, я думаю, приличные, и темп у нас хороший, нам, главное, его не упустить. И к 2016 году, я думаю, мы будем первой двадцатке сто процентов. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова